Многие рекомендуют, нужно сразу встать с кровати, чтобы... А дальше просто потрите свои уши, опять идти лёжа в постели. Попробовать контрастный душ, это тоже классно включает мозг. Мозгу нужна вода. За ночь мы обезвоживаемся. У нас с дыханием уходит до литра воды за ночь из организма. Вы не просто тупо выполняете, потому что вам великий гуру сказал, соответственно, я вечером, на всякий случай, заставлю хозяйку нажраться. Как включить мозг с утра? Первое, что нужно понимать, что если вы можете просыпаться без будильника, вы хорошо спали. Вот если мы будем говорить о том, что такое качество сна, как утром понять, что вы выспались, проснуться в нужное время без будильника. И исходя из этого, самый первый лайфхак, если вы не можете просыпаться без будильника, ставить будильник всегда на одно и то же время. Неважно, это будние, это выходные, это праздники, старайтесь ставить будильник всегда на одно и то же время. И после того, как вы проснулись, вот многие рекомендуют, нужно сразу встать с кровати, чтобы перейти к активному бодрствованию. Не нужно сразу вставать с кровати, нужно поймать вот эти вот 1-2-3 минуты такого сладкого состояния и постепенно перейти к бодрствованию. Потому что мозг, он тоже, хотел сказать, живой человек, он тоже любит заботливое к себе отношение. Поэтому лежа в кровати, вот максимально вытянитесь и вот стопы потяните на себя. Вот это растяжение мышц задней поверхности тела, растяжение сухожилий, во-первых, дает очень такое кайфовое состояние. И дает мозгу понимание, что ну вот все, мы проснулись, мы готовы к движению. То есть пробуждение надо начинать с удовольствия, а не с подъема стрессовых каких-то историй. А дальше просто потрите свои уши, опять-таки лёжа в постели. И при этом можете сделать такую лёгкую улыбку на лице, ну не как вот психиатрическая клиника, да, а просто улыбка Мона Лизы. И вот утренняя улыбка, которой вы будете сопровождать все вот эти свои кроватные практики, она должна быть не вот такой вот, да, в 32 зуба, а она должна быть, как я говорю, гомеопатической. Такая вот уголками губ, улыбка Мона Лизы. И почему это важно? Потому что опять-таки есть понимание обратной биологической связи. Когда от наших мышц поступают те или иные сигналы к нашему мозгу, они всегда поступают, мозг, безусловно, телу верит. И неважно, эта улыбка вызвана каким-то фактом или вы целенаправленно о ней позаботились. И, соответственно, в мозг поступают сигналы, что хозяйка или хозяин этому дню рад. Давай начинать его в хорошем состоянии и вырабатывать определенные вещества, эндорфины, которые поднимают нам настроение. Так вот, гомеопатическая улыбка, на себя стопы, а дальше потрите ушки. Это правда очень классно работает, когда вы берете и назад оттягиваете, и вот так вот прям с кайфом их трете, трете мочки, да, прям проходитесь по всем ушкам, потому что там находятся активные точки, которые опять-таки включают наш мозг. И как только вы почувствуете вот этот прилив энергии, вы точно его почувствуете, вот здесь нужно встать. Почему я еще не рекомендую быстро вскакивать с кровати? Ну, схватит вашу поясницу, ну, будет какой-то перекос, ну, мало не покажется, да, вот такая вот, вы утром поковыляете к ванне, зачем? Поэтому нежно, с кайфом, да, вот пробудили себя, проснулись. Если вы забываете, куда положили ключи, что кому обещали, вечером себя чувствуете как выжатый лимон, и самое главное, не помните, когда последний раз по-настоящему отдыхали, то, возможно, вы находитесь в риске синдрома выгорания. И я предлагаю вам пройти бесплатный тест на этот риск в своем боте, который находится по ссылке в описании ниже. И самое главное, обязательно поделитесь со мной в комментариях своими результатами. И дальше будет здорово, если вы с вечера приготовите стакан воды на тумбочке. Некоторые даже знают, что делают. Я в это не особо верю, но вы можете попробовать. Написать какое-то желание на бумажке и поставить его под стакан с этой водой. Наука это не доказана, но, возможно, у вас сработает, по крайней мере, стакан воды. Вы точно не забудете поставить. Так вот, этот стакан воды вы утром, сидя уже на кровати, выпиваете очень медленно. То есть, во-первых, мозгу нужна вода. За ночь мы обезвоживаемся. У нас с дыханием уходит до литра воды за ночь из организма. Поэтому изначально мозг нужно напоить. Вода – это очень важное условие для нашей нормальной электропроводимости, для электропроводимости мозга, чтобы вы соображали хорошо. Так вот, стакан воды, сели, и медленно пьете, вот прям фокусируясь вниманием на том, как эта вода изо рта попадает у вас через пищевод, в желудок. Потому что включение осознанного внимания уже тоже включает лобную долю вашего мозга, и вы тоже просыпаетесь. Это такие вроде бы простые практики, но когда вы понимаете их суть, их механику, вы начинаете их делать с интересом, потому что вы управляете. И это, кстати, очень важно, когда вы понимаете, почему то или иное работает. То есть вы не просто тупо выполняете, потому что вам великий гуру сказал, «Это нужно делать, потому что это хорошо». Вообще нет. Взрослые люди должны сами решить, почему они что-то делают. Это, кстати, тоже включает мозг. Так вот, выпили стакан воды, и потом бегом в ванную, холодной водой умываемся. Если есть контрастный душ, и у вас есть желание, возможность, интерес попробовать контрастный душ, это тоже классно включает мозг, потому что всплеск норадреналина, всплеск кортизола, и вы готовы к первой, самой активной половине дня. Ну а дальше еще следующий стакан воды, потому что утром нужно выпить где-то пол-литра воды как минимум, чтобы запустить биохимию мозга, активность, ну и дальше начинать свой день уже правильно. Я за то, чтобы утром себя хорошо накормить, и это должна быть белковая пища. Потому что если вы пропускаете завтрак, то мозг, он же у нас прогнозирует очень хорошо, а прогнозирует он по прямой. Раз утром мы не поели, а дел-то у нас много, энергию брать откуда-то надо, соответственно, я вечером на всякий случай заставлю хозяйку нажраться. И будет такая ночная жрица, которая вместо того, чтобы спать, ходит к холодильнику и на всякий случай делает запас, потому что вдруг утром опять нам будет не до завтрака. Белковая пища, ну обязательно сначала напоите себя. И это, кстати, снизит избыточный аппетит тоже. Есть ещё бытует мнение, что женщинам можно просыпаться хоть в 11, хоть в 12, а мужчинам надо пораньше. Что с этим мифом? Есть в этом доля правды или нет? Ну на самом деле я первый раз слышу, что женщинам нужно просыпаться попозже, потому что кто же будет кормить мужчину и провожать его на работу. То есть я за то, чтобы семья начинала свой день вместе. Это правильно с точки зрения эволюции, это правильно с точки зрения моего взгляда на отношения. Поэтому неважно, мужчина вы или женщина, важно понимать, как устроен мозг, как устроена его биоритмика. И ни у мужчины, ни у женщины кортизол не имеет различных каких-то пиков подъёма. То есть вот первый пик, он до 12 утра у нас, он где-то начинается в 7 утра и до 12 дня. Это первое окно активности. Если мы его проспим, соответственно, мы потеряем чёрную икру, которую нам предоставляет эволюция для того, чтобы мы создали очередной свой шедевр. Можете спать, можете вообще весь день в кровати с гаджетами валяться. Вопрос в том, что вам важно после себя оставить. И в том, захочет ли ваш муж возвращаться к вам. Друзья, я буду очень рада видеть вас на своём YouTube-канале. И для этого подпишитесь на него, оставьте свой комментарий, поставьте лайк. А ещё напишите, какая история случилась с вами в рамках тех тем, о которых мы с вами разговаривали. И какой инсайт вас посетил и был самым ярким. Ну а ещё я вас жду в своём Телеграм-канале и на своей страничке в Инстаграм. Продолжение следует...